Здравствуйте, друзья! Я сейчас нахожусь в офисе компании Jetland. Это Coworking. И я встречаюсь с руководителем и основателем компании Jetland Романом Хорошевым. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Юрий. Скажите, пожалуйста, как вот вы пришли в компанию Jetland, откуда вы пришли, чем вы занимались до этого? Да, спасибо большое, что приехали к нам. Я до этого работал в «Тройке диалог». Это была крупнейшая инвестиционная компания в России. Я прошел отбор на стажировку, там было 100 человек на место. И я работал в самый жаркий и сложный период времени, 2008-2009 год. Дальше я строил работу и карьеру свою в Сбербанке. Я возглавлял подразделение по работе с премиальными клиентами, занимался инвестициями в инструмент фондового рынка. Через какое-то время я уже перешел в Сбербанк CIV. Это инвестиционное банковское подразделение по работе с крупнейшими клиентами. Я работал с крупными корпорациями и примерно структурировал сделок на больше чем на 100 миллиардов рублей. И в какой-то момент нам с командой стало интересно посмотреть на то, куда развивается рынок кредитования. Мы смотрели на разные смежные темы, смотрели на криптовалюты. И с нашей точки зрения это оказалось менее интересным. Мы посмотрели на именно рынок кредитования, каким он будет на рынок кредитной маржи. И мы предложили руководству банка создать инвестиционную платформу, потому что на Западе эта история достаточно популярная. Нам отказали, в принципе, это ожидаемо. Сейчас я это понимаю. И мы решили уйти из банка и создать собственную платформу. То есть, по сути, это публичный рынок долга для малого и среднего бизнеса. То есть, если ты крупная корпорация, ты можешь пойти и имитировать облигации. Ты можешь, ну там, если совсем крупная, то выйти на публичный рынок и разместить акции, получить акционерное финансирование. Либо ты можешь пойти в банк и получить кредит. У тебя всегда есть выбор. У малого бизнеса выбор ограничен, поэтому мы решили делать именно такой продукт. Тем более, что как раз разрабатывался закон, он сейчас принятый 259 федеральный закон. И эта деятельность стала регулируемой. Соответственно, для инвестора риски снижались. И мы увидели в этом возможность. А когда была организована компания Jetland? Сколько лет примерно работает? Ну, юридическое лицо было организовано в 2008 году, в августе. Но фактически компания начала работать после того, как мы закрыли первый инвестиционный раунд. Это июль 2019 года. Поэтому фактически, можно сказать, что компания работает примерно около двух лет. Недавно, да? Ну, относительно недавно, да. Вы говорите, что вы работаете через систему искусственного интеллекта. Что это такое? Поясните, пожалуйста, немножечко. Ну, посмотрите, как бы искусственный интеллект достаточно такое хайповое слово, его многие используют. По большому счету мы используем систему машинного обучения в рисках. Здесь нет какого-то rocket science. Просто есть многофакторная модель, которая определяет вероятность дефолта заемщика в зависимости от каких-либо факторов. И если эти факторы показывают свою, показывают значимость относительно этой вероятности дефолта, то в этом случае происходит автоматическое перевзвешивание. Надо понимать, что сейчас пока там машинное обучение в рисках у нас используется не полностью. То есть сейчас как раз мы создаем... То есть там какие-то еще обратные связи есть, правильно я понимаю? Ну, безусловно. То есть так, по-простому. Происходит, например, просрочка по определенному сегменту клиентов. И мы видим, что у этих клиентов есть определенные паттерны, которые закладывают, которые можно заложить в модель. Соответственно, происходит рекалибровка рисков и после этого данные клиенты, данные заемщики либо вообще отсекаются по риск системе, либо их рейтинг ухудшается. То есть в следующий раз их рейтинг ухудшается. И наоборот. То есть если мы видим, что какие-то заемщики, которые на первый взгляд, например, были не очень хорошего качества, но они исполняют свои обязательства хорошо, и они не уходят в дефолт, и у них все хорошо в бизнесе, тогда происходит опять же рекалибровка моделей, и эти заемщики по этим заемщикам рейтинг улучшается. То есть это, ну, мы называем, мы стараемся сейчас уходить от слова искусственный интеллект, он слишком такое на хайповое, да, и не совсем правильно его использовать. Ну, это, по сути, так и есть. То есть искусственный интеллект – это просто когда машина определяет, что там правильно, что неправильно на основании данных. Мы используем сейчас машинное обучение, потому что это вот прям сто процентов то, что у нас есть. Сколько человек у вас в команде? В команде напрямую работают 17 человек, они распределены по всей территории России, и даже за рубежом есть у нас сотрудник. Но если мы говорим в целом, то есть часть команды, это так называемый инхаус, часть команды на аутсорсе, если говорить в целом, где-то, наверное, около 30 человек. Но вот так называемый инхаус, или те люди, которые работают в штате, это там примерно 17. У вас есть какое-то определенное место, где вы находитесь, или вообще все в онлайне? Вообще мы раньше снимали офис в Сити, и, ну, Сити, да, я уже говорил о том, что это такое достаточно странное место с точки зрения развития финансовой компании или компании, связанной с финансами. Кроме того, это еще достаточно дорогое место, не самое дорогое, на самом деле в Сити недорого снять офис, но относительно. Но после коронакризиса мы поняли просто, что нет никакого смысла строить компанию с привязкой к какому-то центру. Поэтому наша команда полностью распределена, мы находимся, часть команды в Москве, часть в Питере, часть в Воронеже, в Белгороде, в Ижевске, в Петрозаводске, в Ярославле, в Самаре. То есть... На Дальнем Востоке нет никого? На Дальнем Востоке нет, там сложности с коммуникацией, потому что у нас, несмотря на то, что мы распределены, на самом деле иногда ощущение такое, что мы находимся прямо рядом, потому что каждый день у нас планерки, каждую неделю у нас общая планерка всех сотрудников, внутри подразделения постоянно есть общение, у нас есть корпоративный мессенджер Slack, один из самых популярных корпоративных мессенджеров, и в этой связи нет ощущения того, что мы находимся далеко. То есть мы находимся очень близко, и более того, ну, как бы мы занимаемся бизнесом тоже, и для нас важно, чтобы стоимость, не очень хорошее слово, но я его назову трудовых ресурсов, да, или там стоимость команды и зарплаты, она была, ну, не завышенной. Надо понимать, что в Москве она завышенная. Точно такой же сотрудник, с точно такими же компетенциями, переезжая в Москву, может получать, присутствовать на зарплату x2. И, да, понятно, уровень жизни чуть выше, да, или там выше, но в любом случае я не вижу никакого смысла с точки зрения бизнеса переплачивать. Поэтому экономия на аренде офиса, экономия на зарплатах, ну, просто позволяет делать более эффективный бизнес. Ну, современные тренды об этом говорят тоже самое. Это прям новый тренд, и если раньше, то есть когда я работал и в тройке, и в Сбербанке, у меня не было даже, ну, как-то каких-то мыслей о том, а почему обязательно необходимо приезжать в офис. Ну, потому что там же ведь есть компьютер, там есть интернет, там есть коллеги. Важность этой межличности коммуникации. На самом деле, мне кажется, что ее несколько преувеличивает, и я думаю, что с течения, она важна, но она не критична. То есть, грубо говоря, там по важности я бы оценил ее там в 10 или 15 процентов. То есть от того, что вы находитесь там, где вы хотите жить, да, там, где вы хотите как бы жить или быть, да, от этого, не знаю, мне кажется, повышается уровень просто счастья. То есть вам не нужно жить в северном городе, вы можете переехать в южный город и иметь работу высокооплачиваемую. В том случае, если вы являетесь сотрудником компании, которая работает в постиндустриальной экономике. У нас прям классическая постиндустриальная экономика в нашей компании. В принципе, в Новосибирске я считаю, что можно работать. То есть я вот общаюсь с людьми из Новосибирска, достаточно плотно, вполне нормально. Да, да, согласен. То есть там я не испытываю вот разницы во времени большой, но дальше уже все, так сказать, там Барнаул и так далее, это уже 6 часов, там уже есть проблемы. В Барнауле, по-моему, плюс 4, если не ошибаюсь, я могу ошибаться. Плюс 5, мне кажется. Наверное, да, согласен. Просто у меня как бы есть слушатели, вот курс биржи «Дочайник», я тоже продаю, и там есть люди, которые там из Барнаула и даже из Хабаровска, они не могли присутствовать в онлайне, конечно. Согласен. У нас заемщики из разных городов, и проблема андрайтинга с видеоинтервью, конечно, есть. То есть когда, например, из Дальнего Востока, то да, есть проблема. Значит, смотрите, теперь я хотел перейти к следующему блоку вопросов о том, вот я, например, малый и средний бизнес. Насколько я понял, вы в основном ориентированы на этот сектор. Это вообще здорово, потому что малый и средний бизнес – это вот основа экономики. Я смотрю, ну, в развитых странах это вот 60%. Это здорово. Но среди малого бизнеса есть всякие люди. То есть я сам работал, сколько там, почти 30 лет предпринимателем, да и сейчас, в принципе, остаюсь. Ну, там есть масса всяких там, есть очень достойных людей, а есть, скажем так, мошенники. Как вы их ухитряетесь отделить? Вы все правильно описали. В России доля малого и среднего бизнеса составляет меньше 20%. Совсем маленькая, да. Есть президентская программа на тему увеличения этой доли. И в целом, на самом деле, она, ну, там, худо-бедно наработает, и есть определенная помощь. И, там, как бы ни говорили про отсутствие помощи для малого и среднего бизнеса, она есть. Она есть. Может быть лучше, это точно, но она есть. По поводу того, что среди малого, малого предпринимательства большое количество, там, неблагонадежных граждан, так и есть. Это очень сложно. Отделить нормальных предпринимателей, нормальных бизнесменов от, там, мошенников или полумошенников, или людей, которые ведут какую-то странную деятельность. Это действительно сложно. Как раз наши цены заключаются в том, что мы это делаем. Мы иногда ошибаемся. Но, в целом, все-таки мы можем отделить предпринимателей, которые занимаются нормальной деятельностью. Ну, там, если мы говорим, как, там, ответить на вопрос, как это мы делаем, то здесь используются разные качественные и количественные факторы. То есть, если мы говорим про количественный фактор, то мы анализируем транзакционную активность бизнеса. Сейчас мы практически завершили интеграцию со всеми основными банками. И, по сути, для предпринимателя, для того, чтобы его бизнес оценили, нужно, там, совершить несколько кликов. И с помощью интеграции с банками мы получаем полностью всю транзакционную активность компании. И мы делаем запросы в БКИ, в ССП, в НС, во все источники, агрегирующие открытую информацию и анализируем эти данные. Но также важна и качественная характеристика бизнеса. Поэтому мы проводим интервью с заемщиками для того, чтобы определить... Проводите, да? Да, это обязательное условие для того, чтобы определить, насколько, так сказать, количественные данные совпадают с качеством. То есть, глаза посмотреть все-таки не... Мы это проводим удаленно с помощью Zoom, но в целом, да, это важно. Ну, по крайней мере, мимика, так сказать, как он относится. Да, мы внутри компании шутим на тему того, что через какое-то время будем определять ложь по видео для того, чтобы определить... Да, да, да. Но пока, на самом деле, это недоступно, но... Ну, чисто психологически вполне. Да, наверное. Наверное. Машина не распознает, а... Но, в принципе, для того, чтобы понять, что у предпринимателей в голове, достаточно задать там несколько... Десятков вопросов, которые, с одной стороны, они стандартизированы, с другой стороны, мы всегда готовим определенные вопросы, которые... Ну, там, к ним не подготовишься. То есть, они такие... С нюансами, они связаны непосредственно с деятельностью компании. То есть, Андрайтер есть там такая панель, он сразу видит все нестыковки или нестандартные отклонения, которые есть внутри бизнеса. И он задает эти вопросы, и к ним, ну, конечно, можно подготовиться, да, но практически нереально. Поэтому... И в какой-то степени это тоже отсекает часть заимщиков, которые не являются благонадежными. Меня немножечко напрягла ваша фраза о том, что у вас есть какая-то кооперация с банками. Что, банки не соблюдают банковскую тайну? У нас не кооперация, у нас интеграция. Интеграция. Смотрите... Ну, нет, банки соблюдают, естественно, банковскую тайну. Соблюдайте. И мы тоже соблюдаем. То есть, мы являемся инвестиционной платформой, мы регулируемся центральным банком и тоже, в принципе, работаем по всем законам, по которым обязаны работать финансовые институты. То есть, краудлендинг... Ну, бюро кредитных историй, это понятно. А вот как банки позволяют проанализировать поток денежный? Ну, смотрите, здесь все очень просто. То есть, заемщик дает согласие на обработку данных. А, вот так. Конечно. То есть, он дает согласие на обработку данных, либо он загружает банковские выпуски. То есть, вы видите клиентов заемщика, с кем он работает, как часто он работает, какие платежи проходят, и вы уже можете анализировать и клиентов тоже. Конечно. Безусловно. Мы анализируем не только сам бизнес, но анализируем и контрагентов, как входящих. Да, да, да. Вот это я хотел спросить, это очень важно. Как входящих, так и исходящих. Естественно, что у бизнеса, который ведет странные операции, а есть бизнесы, которые исключительно занимаются… Нет, по контрагентам сразу можно увидеть. По контрагентам можно увидеть, можно увидеть по размеру платежей, по частоте платежей. Да, все же. Поэтому мы проводим анализ не только самого бизнеса, но и анализ каждого контрагента. Понятно, что есть определенные сложности, если там тысячи контрагентов, есть компании, у которых много контрагентов. Есть закон Паретто, 80% контрагентов дает 20%. Это все риск-модель заложена, она постоянно реклебируется. То есть вы смотрите баланс, смотрите структуру баланса, вы смотрите, кто основные клиенты, откуда основные деньги идут, и, значит, там можно оценить. Баланс – это официальная отчетность, мы смотрим не только официальная отчетность, а транзакционную активность, то есть мы просто разбиваем на десятки контрагентов, смотрим, как подойдет. Вопрос снят, вопрос снят. Безусловно. Смотрите, вот тогда постепенно переходим уже к инвесторам. Значит, я как инвестор, вот эти вопросы, которые я задавал, мне интересны с точки зрения инвестора, потому что, конечно, если я инвестирую, то я должен быть уверен, что, скажем так, как вы вот гарантируете здесь, вот я вижу, 1% ожидаемой потери, то есть есть дефолты. Я бы, Юрий, вообще в инвестициях от слова гарантирует, вот как бы жирным прям отмечал, что это невозможно. Я понимаю, я понимаю, вот у вас 1% ожидаемой потери. Смотрите, вот я инвестор, я зашел на вашу платформу, я на нее заходил, я посмотрел на все, там, значит, есть там под 18%, 20%, 24%. Я лично получаю за вычетом вот 5%, насколько я понимаю, да? Ну, в данном случае вы сейчас оперируете вот этим графиком, он у нас есть на сайте, то есть надо понимать, что этот график, он показывает общую концепцию. То есть все зависит от, как бы ваш доход, ваш уровень потерь или уровень ожидаемых потерь, он может быть как больше, так и меньше. Все зависит от риска аппетитов и все зависит от того, что там происходит с экономикой, например. Но в целом мы ориентируем инвесторов на то, что они могут получать чистую доходность где-то в районе 14-17%. Она может быть как меньше, так может быть и больше. То есть опять же все зависит от уровня риска. Средизвестная ставка на платформе для предпринимателей составляет около 20%. Она сейчас скорее всего чуть вырастет, потому что наши процентные ставки, они там завязаны на ключевую ставку, там по очень нехитрой формуле. И в том случае, если ключевая ставка растет, то есть стоимость денег на рынке растет, то соответственно и процентные ставки растут. Но сейчас средизвестная ставка находится на уровне 20,5%. Поэтому уровень потерь на данный момент составляет около, там, меньше 1%. Операционные расходы у нас не очень высокие, они пока где-то около 2-3%. Слушайте, я не знаю, как вот эта вот опозиция, потому что я говорил, что здесь ремонт. Надеюсь, это не будет слышно. Я тоже надеюсь, там микрофон хороший. Так, хорошо. Значит, здесь я понял. Ну, на самом деле, вот еще насчет аппетитов, я посмотрел, там у вас 28% есть. Конечно, понятно, что это зависит от рейтинга. И 28% вот тут повышенный риск дефолта. Безусловно. Вообще, в целом, естественно, мы регулярно анализируем дефолтность портфеля. И, конечно, заемщики с рейтингом, ну, внутренний рейтинг, там, 16-18, то есть это заемщики с рейтингом C, C+, они высокорискованные. И вероятность дефолта по ним достаточно высокая. Именно поэтому и процентная ставка по ним также высокая. Понятно. Смотрите, вот, ну, давайте так, с кем я заключаю договор, если я инвестор? Вы заключаете договор напрямую с предпринимателем, с бизнесом. То есть, когда деньги переходят на расчетный счет заемщикам, например, это, там, миллион или два миллиона рублей, то они переходят единым платежом. То есть, он получает единую сумму. Он не получает, там, разбивку на сотни займов. Тогда у меня такой вопрос. Смотрите, вот я, например, инвестирую 100 тысяч рублей. Это возможно? Да, минимальная сумма 30 тысяч рублей. Я их раскладываю, скажем, на 4-5 компаний. Я заключаю 4 договора? Да. Я не рекомендую такой уровень диверсификации. Он достаточно низкий. Все-таки, там, 25 процентов. Это очень высокий риск. Я понял. Я думал, что там тысяч 5, минимальная сумма инвестиций в одну компанию. Минимальная сумма инвестиций в одну компанию в режиме автоинвестирования вообще 100 рублей. То есть, в принципе, вы в режиме автоинвестирования можете настроить уровень диверсификации, там, 0.5. И у вас будет 200 компаний в портфеле. Вопрос в том, что распределяться эти деньги не очень быстро. Потому что, все-таки, там, каждый месяц у нас прибавляется по примерно 40-50 новых заемщиков. Их количество все время растет. Но, в любом случае, это слишком сильный уровень диверсификации. Но, в этом случае, вы будете, ну, достаточно сильно застрахованы от дефолта. Потому что надо понимать, что в любом абсолютно кредитном бизнесе вероятность дефолта не нулевая. Про режим автоинвестирования подробнее, пожалуйста. Что это такое? То есть, я ставлю галочку и все? Когда мы создавали продукт, то нашей основной задачей было не только сделать так, чтобы заемщикам было легко и получить кредит. Заемщик может, в принципе, в любое время дня и ночи загрузить документы и за 10 секунд получить решение. Если это будет отказ, то, в любом случае, это будет быстрый отказ. Если будет положительное решение, то это будет быстрое положительное решение. Для инвесторов мы создаем именно такой же продукт. Это продукт удобный. И для того, чтобы он был удобным, необходимо, чтобы инвестор не заходил каждый день на платформу и выбирал среди, там, десятка компаний, инвестировал вручную. Ну, просто неудобно. Гораздо удобнее, если вы зашли, проинвестировали 100 тысяч рублей и они распределились среди множества компаний. И уровень диверсификации определяете вы, правильно? Инвестор определяет уровень диверсификации, уровень срочности, он определяет уровень риска. То есть, срок он тоже определяет? Да, то есть, вы можете сказать, я не хочу инвестировать взаймы больше 7 месяцев, например. Только короткие кредиты. Или, например, рейтинг C, хоть и обладает более высокими процентными ставками, но слишком рискованно. И это так и есть. Там действительно много просрочек, там много дефолтов. Это опасная история. Я бы не рекомендовал всем инвестировать в рейтинг C. Это действительно опасно. То есть, как бы не бывает чуда. Если вы хотите более высокую доходность, всегда больше риск. Поэтому, и вы можете это выбрать. Или наоборот, вы можете сказать, нет. Например, рейтинг A, где высококлассные заемщики, там ставки находятся на уровне банковских или даже ниже банковских. Но для вас это может быть не очень интересно, потому что доходность… Все равно она выше, чем депозит. Она все равно выше, чем депозит. Но здесь уже срабатывает история с тем, что, а может быть, лучше использовать там корпоративные облигации или, может, например, посмотреть в сторону фонда… Она все равно будет выше, чем корпоративные облигации. Если мы говорим про рейтинг A, то здесь уже вопрос. Потому что рейтинг A, грязная доходность в средневзвешенной где-то на уровне 15-16%, если вычесть оттуда ожидаемые потери. Если вычесть оттуда НДФЛ, если мы говорим про физических лиц, то чистая доходность может быть ниже или на уровне 10%. Все-таки 10% это уже… А корпоративные облигации тоже облагаются НДФЛ? Да, согласен, согласен, согласен. Но, в любом случае, это доходность сильно ниже, чем доходность на рынке акций, поэтому здесь уже инвестору нужно выбирать, что ему более интересно. Еще важен момент, что компаний с рейтингом A не так много. В основном компаний с рейтингом B и какая-то значимая часть рейтинга C. Ну, наверное, не стоит вообще все яйца класс в одну корзину, то есть часть портфеля, например. Ну, я бы рекомендовал инвесторам вообще начинать смотреть на этот продукт с небольшой суммой, с минимальной суммой и с широкой диверсификацией. Для того, чтобы вообще прочувствовать, посмотреть, что это такое. Ну, я хочу как раз посмотреть, попробовать там 100 тысяч вложить и, значит, вот, ну, автоинвестирование. И там есть какие-то движки, что можно выбрать. Да, инвестор может выбрать уровень диверсификации для каждого из сегмента и может настроить уровень риска, который подходит каждому. Теперь смотрите, вот еще такой вопрос. Я посмотрел там компании, они в основном какие-то вот торговые такие вот, ну, то есть быстрая оборачиваемость капитала и основная, как бы там, аннуитет и основан на, ну, то есть сразу начинаются платежи. А в основные средства можно инвестировать малому бизнесу через вас? Это хороший вопрос. На самом деле, конечно, можно. Дело в том, что кредит, который выдает инвестор платформы, он является, так называемым, бланковым или беззалоговым и без ограничения на цель использования, поэтому предприниматель может его использовать на что угодно. Главное мы определяем вероятность дефолта. Все-таки мы ориентируемся на оборотное кредитование, не инвестиционное кредитование. Приобретение основных средств это все же инвестиционное кредитование, которое обычно деньги предприниматель берет на несколько лет. И процентная ставка по ним все-таки обычно несколько меньше, чем по оборотным кредитованиям, потому что… Она должна субсидироваться государством. То есть во всем мире так происходит. Ну, по поводу того, должна или не должна, это отдельный вопрос. Я сейчас говорю просто про то, что мы не занимаемся… То есть, по сути, есть три типа кредита. Это овердрафт, это быстрые деньги, которые необходимы прямо в моменте. Это оборотное кредитование и это инвестиционное кредитование. Мы не занимаемся овердрафтом, мы не занимаемся инвестиционным кредитованием, мы занимаемся исключительно оборотным кредитованием, когда деньги идут на приобретение в основном товара, возможно на какую-то покупку основных средств, но это всегда небольшой удельный вес. И на оплату, например, персонала или, может быть, налоги. То есть это не приобретение здания с окупаемостью… Станка. Это может быть, еще раз говорю. То есть если предприниматель понимает, что внутреннее… Нет, станок, как вы понимаете, современный станок стоит в районе от миллиона евро и выше обычно. Миллион евро пока недоступны для финансирования на платформе, то есть мы финансируем бизнес на сумму до 5 миллионов рублей, поэтому сейчас это уже сколько? А, до 5 миллионов рублей. Да, там 60 тысяч евро. Станки, наверное, бывают все-таки разными, да, можно купить был станок. Я занимался полиграфией и вот, ну, как бы я смотрю, вот станок, в принципе нормальный станок, приличный, он стоит где-то в районе миллиона евро. Это офсетный станок не самый лучший, не самый производительный. То есть самый производительный там 6-7 миллионов евро стоит. Понятно. Ну, пока нет, пока мы не финансируем. Все, я понял, да, спасибо. Потому что там уходит вот и на пусконаладку и так далее. Почему я, в принципе, и закрыл это дело? Потому что, ну, самому инвестировать такие деньги, где я возьму там миллион евро хотя бы, да, а на 100 тысяч ничего не купишь, в общем-то. Я согласен. Вообще, в целом, производство сложно достаточно бизнес. Он, надо понимать, что он ведь сложный и для банка. То есть, грубо говоря, банку очень сложно определить, дефолтнете вы, как предприниматель, там, на протяжении 5 лет с этим станком. А купятся ли инвестиции или нет? Банк должен закладывать туда риски, множество рисков. То есть, чем дольше срок кредитования, тем больше риски ликвидности, потому что у банков всегда деньги, которые он привлекает, они сильно короче, чем деньги, которые он выдает. Там множество разных рисков, валютные риски. Поэтому, здесь надо понять банк, там, ну, тяжело кредитует такие бизнесы или не кредитует, не потому что он там злой или плохой, а потому что это просто очень рискованная и сложная штука. И мы это понимаем, поэтому пока туда не идем. В принципе, примерно 70, даже 80 процентов рынка кредитования малого и среднего бизнеса, это именно оборотное кредитование, не инвестиционное. То есть, до одного года. Спасибо. Ну, я думаю, что мы, вот, как бы, все те вопросы, которые я хотел задать. А, вот еще, нет, ну, про политические риски я не буду, наверное, спрашивать. Мы их не очень оцениваем, мы считаем, что их невозможно оценить. Их невозможно оценить, но я надеюсь, что наши предприниматели стараются подальше держаться от политических рисков. Они далеко держатся, я не сомневаюсь. Нет, есть такие, как бы, возможности, что, например, кто-то у кого-то жену уел, а оказалось, что там его родственники силовики и там, скажем, ну, здесь ничего не стоит. Ну, здесь ничего не стоит. Ну, знаете, тут есть риск того, что человек может, ну, там, сойти с ума. Есть такой риск? Риск есть. Поэтому, я говорю, что меньше, чем 0,6% это вообще нереально сделать, мне кажется. Ну, да, то есть надо понимать, что даже 0,6% это очень низкий уровень дефолтности. То есть надо понимать, что мы ориентируемся, на самом деле, на уровень больше. И, там, я считаю, что уровень комфортной дефолтности находится на уровне, там, 3-4%. Ну, не потому, что он, там, мне комфортно, но потому, что по расчетам он просто позволяет кредитовать достаточно большой сегмент клиентов. С одной стороны, с другой стороны, итоговый доход для инвестора, с учетом потерь, она будет выше, чем, там, по облигациям и где-то, там, чуть несколько ниже, чем по акциям. Ну, я думаю, что это вот крайне интересно. И вот в предыдущем видео, которое я снял, тоже, так сказать, люди говорят, что это крайне интересный сектор, так сказать, давай я спрашиваю еще. Если будут вопросы, то я, наверное, с вами еще свяжусь, с вашего позволения, то есть чтобы ответить людям, которые будут. Ну, а сейчас я хочу сказать вам спасибо, я выяснил все, что очень, так сказать, хотел. Спасибо, Юрий. Спасибо, Юрий. Спасибо.